МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 7 новых больных. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Опасное оборудование. Что делать, чтобы не допустить взрыва бытового газа? Испытателям отечественного ядерного оружия. Завершена установка нового памятника. Далее расскажем обо всем подробно. Пандемия коронавируса закончится нескоро, уверены специалисты Всемирной организации здравоохранения. Число заразившихся в мире перевалило за 20 миллионов. Погибших 750 тысяч. 5 миллионов больных COVID-19 выявили за полгода в США. Каждый день около 50 тысяч новых случаев. Самые кризисные штаты Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Йорк и Джорджия. На них приходится 40% инфицированных. В Британии в минувшие выходные зафиксировали 1062 заражения. Самый высокий показатель с июня. Не исключают повторного закрытия пабов и баров. Но при этом в обеих странах осенью школы собираются открыть. Как сообщают РИА Новости, в Европе новая вспышка инфекции. Растет заболеваемость в Дании. Ко второй волне готовятся в Германии. На прошлой неделе статистика ухудшилась впервые с середины июля. Всех прибывающих в страну обяжут задавать тесты. Во Франции та же картина. Маски в общественных местах обязательны для всех старше 11 лет. Нарушителей штрафуют на 135 евро. А если поймали трижды, приговаривают к шести месяцам тюрьмы. В Испании, Нидерландах, Бельгии аналогично. В Италии все еще закрыты ночные клубы и школы. Обязательны маски и соблюдение дистанции. Вирус бушует в Бразилии и Индии. В крупнейшей стране Южной Америки число инфицированных перевалило за 3 миллиона. Ссылки там фиксируют 23 тысячи новых случаев. Недавно переболевший президент страны Жайр Болсонару заметил, что бояться вируса не стоит. Ведь рано или поздно заразятся все. В Индии около 2 миллионов 200 тысяч инфицированных. В Китае, Южной Корее и Вьетнаме гораздо спокойнее. Счет новых диагнозов идет на десятки в день. А в Новой Зеландии впервые за 102 дня обнаружили новых инфицированных. Все четверо заболевших члены одной семьи из Окленда. В среду в городе ввели третий уровень ограничений. Закрываются бары, рестораны, магазины. На улицы можно выходить только по неотложным делам. В России, несмотря на то, что ограничения понемногу снимает, продолжает действовать масочный режим. За его несоблюдение в Москве магазины общепит заплатят штрафы на общую сумму более 450 миллионов рублей. Два магазина полностью закрыли после многочисленных жалоб покупателей на нарушение санитарных норм и требований Роспотребнадзора. По состоянию на 21 августа в России зафиксировано более 902 тысяч случаев заражения. За последние сутки вывели 5102 новых больных. Выздоровели 710 тысяч человек. Скончались 15 260 наших сограждан. Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области идет на спад. Стоит ли опасаться второй волны в регионе этой осенью? Как рассказала в интервью комсомольской правде доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ Анна Благонравова, скорее всего, будет просто подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Ко всем тем инфекциям, которые традиционно циркулируют в холодное время года, добавится еще и коронавирус. В результате общая заболеваемость будет выше. Схожего мнения придерживаются и в Министерстве здравоохранения Нижегородской области. Ведомства уверены, что исключить вторую волну заболевания нельзя, поскольку COVID-19 уходит в структуру ОРВИ. В то же время говорить о масштабах второй волны преждевременно, так как это новая инфекция, которая еще находится в процессе изучения. Во многом это будет зависеть от сложившейся иммунной прослойки переболевших пациентов. Распространение коронавирусной инфекции в Нижегородской области происходило по традиционному для крупных регионов сценарию. Решающую роль сыграли плотность населения и близость к Москве. Эти же факторы могут повлиять и на формирование второй волны коронавируса этой осенью. По состоянию на 12 августа в Нижегородской области зарегистрировано 25 252 случая заражения. За последние сутки выявили 124 новых больных. Выздоровели почти 22 тысячи нижегородцев, скончались 418. В Сарове с 17 августа откроют детские сады в режиме свободного посещения. Об этом наши редакции рассказали в Департаменте образования. Напомним, по распоряжению губернатора Нижегородской области, каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение, когда полностью открыть все группы в садах. В режиме свободного посещения работает уже 383 детских садов в 27 муниципалитетах Нижегородской области. Как будет построена работа садов в период пандемии, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. По состоянию на 12 августа в Сарове зарегистрировано 1023 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили 7 новых больных. Выздоровели еще 11 человек. Из тех, кто продолжает болеть, 25 человек лечатся в КБН-МИР-50. Один в тяжелом состоянии, 15 в состоянии средней степени тяжести. В соцсетях проходит Всемирная неделя ношения масок, которая продлится до 14 августа. Проект призван объединить людей по всему миру в борьбе со распространением COVID-19. К акции может присоединиться любой желающий. Достаточно опубликовать свои фотографии и видео в масках в соцсетях с хэштегами WorldMaskWeek и Всемирная неделя масок. Подробности в следующем репортаже. Темпы распространения коронавируса остаются высокими. Эксперты все увереннее говорят о наступлении новой волны пандемии. Ситуация усугубляется смягчением масочного режима и изменением строгих правил социального дистанцирования. Официально в большинстве российских регионов продолжают действовать требования носить маски в общественных местах. Но их соблюдение никто не контролирует. Между тем, ученые доказали эффективность ношения масок в борьбе с COVID-19. Например, в Германии использование масок в общественных местах позволило снизить темпы роста коронавирусной инфекции на 50%. Люди могут болеть COVID-19 бессимптомно. Поэтому использование масок гарантированно снизит распространение вируса. Маски блокируют распространение вирусных частиц при разговоре, кашле или чихании. Но только при условии, что она правильно надета. То есть закрывает не только рот, но и нос. Всемирная неделя ношения масок продлится до 14 августа. Все желающие могут присоединиться к проекту и делиться своими фотографиями о масках в социальных сетях, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей. Фотографии нужно опубликовать с хэштегом «Всемирная неделя масок». Если отметить аккаунт Роспотребназора, то он опубликует ваши фотографии на своих страницах. Нижегородские вузы готовы к началу учебного года в вочном режиме. Учебный процесс в новом году организуется с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. На входе будут измерять температуру, проводить дезинфекцию помещений, изменится организация образовательного процесса, в том числе и график работы специализированных лабораторий, компьютерных классов, библиотек и читальных залов. Аудитории закрепят за отдельными учебными группами. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове завершили строительство мемориала, посвященного испытателям ядерного оружия. Он, напомним, находится между музеем ядерного оружия и второй поликлиникой. Мемориал включает в себя благоустроенную территорию с памятником, мощеными дорожками, озеленением, искусственным освещением и малыми архитектурными формами. Увековечить память специалистов ядерно-оружейного комплекса, работающих на грани смертельного риска, было решено после трагической гибели пяти сотрудников ядерного центра в августе прошлого года. Федеральная налоговая служба продолжает прием заявлений на выплату субсидий для дезинфекции и профилактики коронавируса. На поддержку могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели. Субсидии предназначены для того, чтобы бизнес, который непосредственно контактирует с клиентами, мог выполнить все требования Роспотребнадзора. Приобрести для сотрудников маски и перчатки, антисептики и дезинфицирующие вещества. Проследить за соблюдением социальной дистанции. Контроль над целевым расходованием этих средств не предусмотрен. Заявление можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика или отправить по почте. Получить более подробную информацию о том, кому положены субсидии, в каком размере и как их получить, можно на официальном сайте ФНС России. Стало известно, как Саров отметит 75-летие атомной промышленности. Торжества, напомним, пройдут в конце сентября во все городах присутствия Госкорпорации «Росатом». Как рассказала директор Департамента культуры и искусства городской администрации Елена Рогожникова, 27 числа саровчане наконец-то смогут увидеть долгожданную реконструкцию, которую подготовило военно-историческое общество 1945-й, а также концерт с участием звезд российской эстрады. 28 сентября состоится большой праздник под названием «Перекличка атомных городов». Приемник для безнадзорных животных Сарова «Зато верный друг» проводит сбор помощи. Обычно волонтеры принимают пожертвования каждые 2-й четверг месяца на площади Ленина, но из-за пандемии сбор пока проходит только онлайн. Корма и лекарства можно принести и сразу в приемник на Зернова 24А. Также в Сарове проходит акция «С миру по листочку». Волонтерский центр «Радость май» собирает средства на покупку концтоваров для детей из семи в трудной жизненной ситуации. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили горожан, участвуют ли они в благотворительных акциях. Большинство опрошенных выбрали вариант «Да». Не участвуют в подобных акциях 43% опрошенных. Нарушение правил эксплуатации газового оборудования в квартире – одна из основных причин взрыва бытового газа в домах. Об этом заявили эксперты на конференции, посвященной техногенным катастрофам. Встреча прошла в онлайн-формате 11 августа. И в тот же день произошел взрыв бытового газа в одном из сил Ульяновской области. Пострадали три человека. О требованиях безопасности и правилах эксплуатации газового оборудования расскажем в следующем репортаже. Почти в полторы тысячи домов в Сарове поступает голубое топливо. Газовые плиты установлены в 16 тысячах квартир. Для жильцов это обычная бытовая техника. Но не стоит забывать, что при неправильной эксплуатации или халатном отношении простое приготовление пищи может закончиться взрывом газа. Поэтому всегда нужно помнить простые правила безопасности. Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. То есть если вы приготовление пищи, то нужно все время быть рядом, чтобы не происходило заливание горелки, загазованности помещения. Обязательно проверять работу вентоканалов, домоходов. Газовое оборудование требует особого внимания не только когда его используют. Требования безопасности нужно неукоснительно соблюдать всегда. Когда не пользуетесь плитой, закрываем все краники на плите, закрываем кран на газопроводе. Утечка может быть не только в плите, она может быть в соединениях каких-то. Исправность газового оборудования в квартирах проверяют раз в год. Кроме этого, сотрудники газоснабжающей компании осматривают инженерные коммуникации в подвалах, подъездах. Ежегодно проводят контроль на прессовку газопровода. Если специалисты обнаружат падение давления газа в трубах, то это значит, что где-то есть утечка, которую нужно немедленно устранить. Самовольно, значит, подключение газовых приборов запрещено, потому что это может привести к летальному исходу. И даже не то, что как бы они себя этой опасности подвергнут, они подвергнут опасности окружающих. О проблемах с газовым оборудованием можно узнать и по оттенку пламени в конфорках. Его цвет зависит от количества поступающего в систему кислорода. Если жильцы видят, что, значит, пламя у них стало оранжевого или желтого цвета, то необходимо обратиться в газовую службу, потому что пламя на самом деле, оно должно быть такой голубоватый, фиолетовый цвет иметь. При любых проблемах с газовым оборудованием следует звонить по телефону 04. Аварийная бригада работает круглосуточно и выезжает на вызов в течение нескольких минут. Под Гроховцом прошел офлайн-фестиваль «Макушка лета-2020» для любителей авторской песни и активного отдыха на природе. В основном музыкальные события в этом году перешли в онлайн. И «Макушка лета» – один из тех немногих, которые провели вживую. На праздники побывала и соровщенка Анна Юрьева. О том, как проходил фестиваль во время пандемии, расскажем далее. Готовиться к фестивалю бардовской песни «Макушка лета» Анна Юрьева начала еще в начале сезона. Сочиняла стихи, писала музыку и проводила репетиции. На фестивале женщина представила две песни. Одна из них – авторская «Старый дом», вторая – на стихотворении Иосифа Бродского. В номинации автор «Женщина» стала второй. Поскольку я, вы видите, не очень полный, я по этой номинации у них не прошла. То есть там надо было быть автором стихов и музыки. Я в основном являюсь композитором, пишу музыку на другие стихи. Но все равно песню, конечно, я исполнила. Но был более сильный соперник, которому совершенно не стыдно проиграть. Он потом в результате гран-при получил. «Макушка лета» – один из немногих фестивалей, который в этом году прошел в оффлайн-режиме. На него съехалось более тысячи человек со всей России – Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов. Конкурс проходил в три дня. Оценивала исполнителей компетентное жюри. Подобные фестивали дают такой толчок творческий. То есть я как творческая единица тоже имею возможность как-то раскрыться, развиться и так далее. То есть мне это необходимо, прежде всего, как педагогу. Конечно, это отдушина, потому что тоже мы все устали от этого карантина, от этого заточения. Нам, творческим людям, еще сложнее, наверное. И вот мы дорвались друг до друга. На фестивалях Анна черпает и организационные навыки, а вот уже на протяжении нескольких лет женщина проводит Саровский-Бардовский фестиваль «Зимородок», на который съезжаются участники со всей России. Сегодня Анна готовится к очередному конкурсу «Музыка-сердец». Он пройдет в сентябре в городце. Художественная галерея продолжает серию мастер-классов. Все мероприятия проходят в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора. Сотрудники допускают в зал не более пяти человек, следят за соблюдением социальной дистанции и наличием масок. Юные посетители галереи мастерят поделки на самые разные темы. Взяв в руки текстильные нитки, цветной картон, ножницы и карандаши, гости художественной галереи принялись делать настоящий зоопарк. На выбор ребятам предстояло смастерить четыре животных – льва, зебру, жирафа, бегемота. Это не просто такие зверушки, а зверушки-игрушки. Там четыре пальчика, и пальчики у них получается вместо лап. Такие хвостатые, пушистые, разные животные у нас сегодня будут. За сорок минут ребята придумали образ и характер зверюшки, приклеили ему глаза и волосы. А после написали в бумажном паспорте, как зовут животного, какой возраст и откуда он родом. Зебра Полины Андреевой приехала с Южного полюса и обладает эксклюзивной шерстью. Она сделана из бумаги, из ниток. И смешно, и у нее есть такие глазки, вся разрисованная она. Творческая мастерская в художественной галерее работает ежедневно в 12 и в 14.00. Записаться на мастер-класс можно по телефону 702-87-664-09. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова